Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский университет посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Состоялся республиканский круглый стол по работе с иностранными студентами. Состоялось открытие выставки в музее имени Лобачевского. В рамках рабочей поездки в республику Татарстан Казанский федеральный университет посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В мероприятии также принимал участие министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. Подробности в сюжете. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета встретил важных гостей. Во вступительном слове ректор Альшат Гафуров коротко рассказал об истории Казанского университета и формировании на его базе научных институтов. В конце прошлого года уставного гостей приняло решение, в феврале нам передали площадки, которые строились под Волтскиз, вот здесь показаны, и мы начинаем разворачивать собственные технопарки. Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания на базе российских вузов технопарков, как мест коммерциализации научных разработок. А элемент рутений, открытый в 1844 году профессором Казанского университета Карлом Клаусом, вдохновил собравшихся на новую инициативу. Нужно создать именно в этом году, который президент объявил годом науки и технологий, объявить об инициативе создания оргкомитета, о популяризации именно открытий в области химии под эгидой химического элемента рутений, который был открыт, например, в Казанском университете. Вице-премьер высоко оценил подготовку специалистов в Казанском университете и поддержал идею создания 8-го карбонового полигона. Реализацию пилотного проекта по разработке и испытанию технологий, значимых для изменения климата, проходит под контролем Министерства науки и высшего образования России. Я обратил внимание, что количество иностранных, обучающихся в университете, у вас, наверное, на одной из самых высотких странах. Если сюда приезжает такое количество иностранцев, это говорит о качестве образования здесь, о перспективности, как они сами оценивают использование в последующем этого образования. Здесь, в Тарстане, как раз есть все предпосылки для того, чтобы иностранные обучающиеся нашли здесь достойную и интересную работу. Вместе с ректорами ведущих университетов России Ильшат Гафуров принял участие в стратегической сессии, посвященной консолидации системы высшего и среднего профессионального образования и подготовке кадров. Встреча состоялась в Иннополисе. Ариадна Кугушева, Универньюз. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Петром Кучеренко. Встреча прошла в главном здании Казанского университета. Петр Кучеренко посетил Казанский университет в рамках рабочего визита в Казань. Ректор Казанского университета продемонстрировал гостям современные возможности одного из старейших вузов России. В Доме дружбы народов в рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан состоялся республиканский круглый стол работы с иностранными студентами. Смотрим. Девятый конгресс студентов Республики Татарстан является главной площадкой, на которой определяются основные векторы развития студенчества, а также решаются вопросы, касающиеся студенческой молодежи. Ключевые проблемы иностранных студентов – это вопрос адаптации. Они приезжают сюда, не зная культуры, обычаев, традиций и языка. Как инициатива студенчества у нас есть комитеты, организации по работе с иностранными студентами в разных институтах и вузах объединиться и делать во благо всей республики решение этих проблем, не только локальных. Объединенная ассоциация иностранных студентов работает коллективно. Участниками дискуссионной площадки стали порядка 30 студентов, состоящие из руководителей ассоциации по работе с иностранными студентами активных иностранных обучающихся из 15 образовательных организаций. У нас будет в конце марта школа актива для иностранных студентов. Будем делать мероприятия для иностранных студентов и для комитетов. Там в комитете есть не только иностранные студенты, но и граждане Российской Федерации обучать их правовому ликбезу. Это имеется в виду то, что проблемы миграционного учета, регистрации, визовые аспекты, чтобы руководители АИС знали, как правильно работать с иностранными студентами уже на местах. Данная площадка дает возможность обсудить вопросы, связанные с визой, административных штрафов и депортации студентов-иностранцев, а также с взаимодействием администрации вузов с иностранными студентами. Елизавета Никитина, Ленар Тавлисьяров, Универньюз. В музее имени Лобачевского прошла выставка дизайн-проектов кафедры дизайна и национальных искусств. Подробности в сюжете. За 15 лет кафедра дизайна подготовила более тысячи специалистов. Юбилей решили отметить, вспомнив самые яркие работы студентов и выпускников. И хотя основным направлением является этнодизайн, на выставке будут представлены проекты самых разных областей современного искусства. Это проекты дизайна интерьеров, средовые проекты, затем проекты в области графического дизайна, фирменный стиль. Кафедра дизайна и национальных искусств долгое время сотрудничает с музеем. В дар была преподнесена сделанная студентами статуэтка Николая Лобачевского и другие работы. В музее были преподнесены еще и три акварели, на которых впервые были изображены такие значимые для университета залы. Это императорский зал, зал музея истории и кабинет Лобачевского. Причем в том самом виде, в котором он был только в течение одного месяца, сразу после открытия. Студенты Института филологии и межкультурных коммуникаций не первый год работают и с татарским книжным издательством. Обложки с их дизайном можно встретить на полках магазинов. В данное время ведется разработка макета сайта Института филологии и межкультурных коммуникаций. Абитуриентам предлагается выбор актуальных направлений дизайна. И каждый студент может себе найти ту деятельность, которая интересна ему, которая привлекает его и в дальнейшем станет его профессией. В этом году наша кафедра уже объявила набор на такие направления, как мошен-дизайн, средовой дизайн, коммуникативный дизайн, дизайн интерьера. То есть то, что сегодня модно, то, что сегодня востребовано и пользуется спросом, самое главное, у работодателей. Посетителям были предложены различные мастер-классы, открытые лекции, арт-баттлы и дискуссии, подготовленные преподавательными кафедрами. Посетить выставку можно до 12 мая. Алена Лонкина, Ариадна Кушева, Булат Садыков, Универньюз. Женщины достойны всех наград. Благодаря женщинам все обретает смысл. Так и в императорском зале Казанского университета для прекрасной половины человечества устроили праздник и наградили победителей конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Поздравил милых дам и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Во-первых, за то, что вы есть. За то, что вы своим теплом, своими улыбками способствуете достижению или стремлению чего-то сделать. Главным событием торжественного вечера было поздравление победителей. В числе первых с победой поздравили лучших в номинациях «Культура и духовность», а также «Женщина-ученый». Победительницей в первой номинации была названа доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Института психологии и образования Лира Артищева. Победительницами второй номинации стали профессор кафедры международного и европейского права юридического факультета КФО Гульнара Жуйхудзинова, доцент кафедры органической химии и химического института имени Бутлерова Людмила Якимова. Далее были оглашены имена победительниц в номинации «Женщина-мать». Лучшими были признаны две представительницы Казанского университета, доцент кафедры общей философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Резида Нигаматулина, а также доцент кафедры конституционного и административного права ЮФАКа Лисанта Зрахманова. Я очень счастлива, поскольку это награда от родного университета, и впервые перешагнув этот храм науки, я была влюблена, влюбилась сразу. Также наградили лучшего в номинации общественный деятель. Им стала старший преподаватель кафедры управления качеством Инженерного института Эльвира Хуснудинова. Первое место в номинации «Профессионал в своем деле» разделили доцент кафедры русского языка предбакалаврской подготовки подготовительного факультета для иностранных учащихся Анастасия Федотова, заведующий сектором бюджетной и внебюджетной деятельности Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты Ольга Надырова, а также начальник отдела парасилового хозяйства службы главного инженера Гузелья Шпякина и доцент кафедры неорганической химии Химического института Юлия Журавлева. Женщина года – это моя первая награда. Ощущение какой-то благодарности. Я работаю вообще в университете с 2001 года. До этого здесь закончила аспирантуру. Вообще благодарна, конечно, вообще и организаторам, и за концерт такой замечательный. Ну и вот то, что наградили, я очень рада. Специалист первой категории Департамента по молодежной политике КФУ Наталья Чешева была номинирована как лучшая женщина-лидер. Лучшим в номинации «Мужчина. Благородное сердце» объявили заведующего сектором учета договорных обязательств Департамента бюджетирования Ярослава Федотова. Он также поздравил женщин с праздником. Желаю вам огромной-огромной любви, чтобы всегда вас сопровождало мужское плечо, чтобы всегда был сильный человек рядом, и чтобы вас всегда поддерживали, любили, уважали, и чтобы всегда вы были окружены заботой. Мужчиной-лидером был признан проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Вечер сопровождался оркестром Центра современной музыки Софии Кубайдулиной под руководством заслуженной артистки Республики Татарстан Анны Гулишамбаровой. Инджи Минебаевы, Виолетта Басова, Универт Ньюз. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok